Для изучения факторов, влияющих на качество образования в Сурхандарье, рабочая группа провела изучение реального положения дел. Всего в области шесть высших учебных заведений. При ознакомлении с их деятельностью был отмечен ряд проблемных вопросов. В этой связи поставлены определенные задачи. Рабочая группа изучила состояние высших учебных заведений, техникумов и школ Сурхандаринской области. Всего в регионе шесть вузов, в том числе один университет, четыре института и один филиал. В среднем научный потенциал достигает 20,8%. В этом учебном году защищено 94 диссертации. Издано 28 учебников и 67 учебных пособий. От научно-исследовательской деятельности получено 13 миллиардов суммов. Из них работы по заказам составляют 495 миллионов суммов. Государственные гранты — 12,5 миллиардов суммов. Зарубежные гранты — 233 миллиона суммов. Ряд позитивных шагов был проделан по цифровизации образовательного процесса в Тормесском государственном университете. В частности, запущена автоматизированная система мониторинга учебных процессов и посещаемости студентов. В ходе изучения деятельности учебных учреждений рабочей группы был отмечен ряд проблем и недостатков. В частности, в Тормесском государственном университете заведующий кафедр не имеет ученой степени в таких направлениях, как музыкальное образование, английский язык и литература, прикладное искусство, методика дошкольного образования, немецкий язык и литература, межфакультетский иностранный язык, методика преподавания английского языка, изобразительное искусство и инженерная графика, архитектура и строительство. И это еще не все. В период, когда в стране необходимо повысить практические навыки студентов, их вовлечения в производство, были сокращены стажировки по девяти направлениям для первых курсов университета, то есть с 18 до 4 недель. Это по двум направлениям образования. С 24 до 10 недель по 7 направлениям обучения. Как известно, в соответствии с постановлением главы государства при некоторых университетах регионов созданы педагогические институты. Этим учебным заведениям предстоит еще много работы. К примеру, учебные планы Тормесского педагогического института сформированы на копиях учебных планов педагогического университета имени Низами. Кроме того, они не охватывают предметы по выбору и не позволяют студентам формировать самостоятельную образовательную траекторию. Имеется также и нехватка необходимой литературы, соответствующей кредитно-модульной системе в сфере образования. Из 11 преподавателей кафедры общей математики только один имеет ученую степень. К тому же не ведется и работа по взаимодействию со школами, не говоря уже о низком научном потенциале вуза. Он даже не достиг 10%. Аналогичные недостатки наблюдались и в Тормесском инженерно-технологическом институте. Здесь экзамены проводятся только в формате тестирования через платформу Хемис. Кроме того, лица, ответственные за проведение итогового контроля, не в курсе того, сколько студентов участвовало во время контрольной работы. В данном вузе имеется 118 преподавателей, 22 из которых имеют ученые степени. Ну а самая большая проблема – отсутствие технопарков и лабораторий, формирующих практические навыки для инженеров, а также нехватка материально-технической базы. В нашем регионе имеется высокая потребность в профессиональных кадрах, сфере геологии, промышленности и добыче полезных ископаемых. Для улучшения качества и навыков в профессиональной деятельности работников необходимо создание учебно-методических материалов и соответствующих лабораторий. На сегодняшний день для выполнения этих задач со стороны Министерства среднего и высшего образования проводятся определенные работы. Следующей локацией стал Денаусский институт предпринимательства и педагогики. Данный вуз играет важную роль в повышении качества образования в регионе, росте предпринимательского потенциала. Высшее учебное заведение принимает студентов из Денаусского, Сарайосийского и других соседних районов. В институте организован центр английского языка для студентов, преподавателей и молодежи этой местности. В нем также могут бесплатно обучаться и студенты, включенные в списки железной тетради. Кроме того, благодаря сотрудничеству с международными организациями, теперь у молодых людей из Денаусского района есть возможность сдать экзамен на месте и получить международный сертификат IELTS, не выезжая в столицу. В основном обучаем учителей учеников студентов нашего региона. Наш учебный центр полностью оснащен современным оборудованием. Кроме того, подписан договор с британским консульством, благодаря чему подготавливаем учеников для экзамена по IELTS. После успешной издачи они получают сертификат. Основные степени обучения от начального А1 и до высокого уровня Advanced. Также имеются курсы для преподавателей строго по их специальности. Занятия проводятся как в мини-группах, так и в обычных, до 15 учащихся. В ходе изучения рабочей группы наряду с достижениями в образовательной системе института были обнаружены недостатки относительно учебной литературы. Так мы стали свидетелями размещения на платформе текстов лекций учителей, слайдов и презентаций с использованием устаревших материалов. Также выявлена низкая активность студентов на уроках и в освоении учебных материалов. Большие пробелы имеются как в организации самостоятельного, так и дистанционного обучения. Созданная по поручению президента рабочая группа изучила реальное положение школ Сурхандаринской области. Практика прикрепления высших учебных заведений к школам в целях повышения качества образования и профессионального мастерства педагогов, а также оказание методической поддержки дала высокие результаты за короткий период времени. По результатам рейтинга школ уровень знаний учащихся по математике вырос с чуть более 21% до 28,2%. Грамотность родного языка повысилась с чуть более 41% до 56,2%. Сократилось и количество школ с низким уровнем образования — с 45 до 35. Однако и этих результатов недостаточно для потенциала Сурхандаринской области. Далее состоялось изучение общеобразовательной школы номер 17 Термесского района. И здесь немало пробелов. Они коснулись работы по формированию учащихся логического мышления, развитию практических навыков и другие. Замедлен процесс обучения в области подготовки к международным исследованиям. Хотя международную программу ПИСА планируется провести в апреле этого года, работа в этом направлении оставляет желать лучшего. Так как эта школа является основной, взаимодействие с другими образовательными учреждениями района не налажено. Неудовлетворительно выполняются и планы методистов. Но и это не вся картина. В некоторых школах корпуса новый. Имеется современная материально-техническая база, но качество образования низкое. В других же все наоборот. Если здание оснащенность не на уровне, зато освоение предметов учащимися демонстрирует высокие показатели. Это говорит о профессионализме и ответственности преподавателей. Одним из примеров можно назвать общеобразовательную школу номер один Ангорского района. Здесь учитель по биологии высшей категории уже почти 9 лет обучает подрастающее поколение. Предмет биологии напрямую связан с жизнью. В процессе проведения уроков я стараюсь каждую тему связать с нашей повседневностью. В связи с последними преобразованиями в стране хочу донести до учащихся, какую роль играет предмет биологии. Для лучшего усвоения материала я использую визуальную информацию, потому что дети хорошо запоминают яркие картины. Также применяю электронные учебники и другие мультимедийные инструменты. Кроме того, мы сами изготавливаем разные буклеты и рефераты. Также во время проведения занятий стараюсь организовать экскурсии и прогулки, потому что есть возможность показать растения вживую и объяснить все наглядно и детально. Я люблю учеников как своих родных детей. Очень радуюсь их победам и достижениям. Согласно проведенному анализу, районами, городскими хакемиатами для развития школьного образования были отведены средства. Говоря об Ангорском районе, то здесь только на одного ученика приходится по 2554 суммы, когда как на развитие данного направления в Термезе, Денауском, Музарабадском и Кункурганском районах не было выделено никаких средств. Проанализировав всю картину, становится ясно, что в вузах, школах и других учебных заведениях предстоит еще много работы. Результаты изучения были обсуждены уже с участием Хакима и ответственных лиц профильных структур. Так были определены задачи по повышению качества образования в Сурхандаринской области. Согласован конкретный план действий, который предстоит реализовать в областных, районах и учебных заведениях данного региона. Продолжение следует...